И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира Space Engine. Ну а перед началом данного путешествия хотелось бы выразить огромную благодарность всем спонсорам на нашем канале за месячную подписку. Спасибо за поддержку, друзья! Ну а наше сегодняшнее путешествие будет в систему под названием Kylan. Эта система создана человеком. Помните, мы рассматривали прошлое наше видео в системе Кентара? Это еще один интересный мод от них. Поэтому, если вы хотите узнать, рассмотреть данную систему, заходите по ссылочке в описании в мастерскую Steam и вы увидите данную систему. Также здесь есть полное описание всех планет и та самая система Кентара. Итак, друзья, перед нами первый объект для наблюдения. Звезда Кайлен. Кайлен имеет тип звезды Вольфа Рая. Температура ее составляет около 31 600 градусов по Цельсию. Возраст 5 миллиардов лет. Так, давайте рассмотрим. Вот Кайлен и вот звезда Аселарис. Я не скажу, что это двойная звездная система. Просто две звезды находятся, видимо, рядом друг с другом. От звезды Кайлен расстояние 0,09 световых лет. Аселарис – красный карлик и его возраст 3,6 миллиарда лет. Давайте посмотрим Кайлен. Так, значит, здесь очень достаточно много жизнеподобных планет, можно было бы так сказать, но в этой системе всего лишь две планеты, на которых есть жизнь. Так, Кайлен Альфа – теплая пустынная терра. Кайлен Бета – пустынная терра. Гамма – это умеренная безвоздушная мини-терра. То есть на всех планетах практически, я бы мог сказать, со стопроцентной уверенностью, есть какие-то органические микроорганизмы. Но, как я и говорил, всего лишь на двух планетах есть жизнь. Планета Китрия. Жизнь – органическая, многоклеточная, морская, наземная. Состав – это азот, вода и кислород. Вот все, что нужно, в принципе, для жизни. Атмосферное давление чуть пониженное, ну, не столь страшно, температура 6 градусов по Цельсию. И вот такая планета под названием Кайлен Эпсилон, прохладный Нептун с жизнью, на которой жизнь органическая, многоклеточная, воздушная. Да, сразу скажу, друзья, что в данной звездной системе живут некие организмы, похожие на нас. То есть, человекоподобные, скорее всего. Ну, это просто так выражаюсь. Вот эта планета Китрия. Посмотрите, насколько она напоминает планету Земля. Просто бесподобно. Вода в изобилии. Мы видим 100% это растительность, это трава. Так, давайте-ка немножко опустимся на поверхность. Аккуратно. И, кстати, отсюда, с этой планеты у нас открывается просто бомбезный вид на Луну под названием Уралия. Так, Уралия. Умеренная безвоздушная субтерра. Кстати, ее диаметр 3489 километров. По-моему, размер, можно сказать, с нашу Луну. Расстояние всего лишь 35 тысяч километров. Так, хорошо. Подожди, а что по движению тогда у нас этой планеты? Солнечные сутки. 33 часа. Ну, вообще, конечно же, мне кажется, Земля должна... Ну, Земля. Планета должна вращаться чуть-чуть побыстрее. Все-таки воздействующие силы данной Луны, можно сказать. Кстати, эту планету живущие организмы, то есть похожие на нас, называют ее еще как Изумруд Кайлен. На планете существуют все возможные различные биомы, различные живые существа, которые мы только знаем, различная флора, фауна, все, что только может существовать, а также есть своя какая-то экзотическая жизнь. Посмотрите, насколько прекрасно здесь сделаны горы. Невероятно. Большой вулкан, заснеженный. Ох, жалко, вот здесь не хватает всего лишь каких-то светящихся, наверное, городов. Это было бы максимально здорово. Можно пролететь над ландшафтами рек. И что я вам говорил в самом начале видео, то что... Помните, вот эта луна? Ауралия. На ней, кстати говоря, тоже находятся некие человеческие колонии. То есть, люди, ну, можно сказать, люди, я буду называть людьми, хорошо? Люди из планеты Китрия строят всевозможные исследовательские лаборатории, станции на луне Ауралия. Проводят различные опыты. Да, не смотрите на то, что она полностью безвоздушная. У наших с вами существ есть различные аппараты для дыхания. Так, ну и как я вам говорил, то что с этой луны также открываются шикарные виды на Акитрию. Посмотрите. Очень напоминает Землю. Невозможно, прямо... Точь в точь, можно сказать. Давайте вам расскажу вкратце про другие планеты. Самая первая планета это Кайлен Альфа. Самое необычное, что на ней происходит, это то, что... Солнечный день на этой планете равняется 68 годам на планете Земля. Далее можно пробежаться по планете Кайлен Бетта. Теплая пустынная Тера на данной планете содержится очень много различных газов, которые добываются колониями людей с планеты Китрия. Можно сказать, что это своего рода драгоценный... Я бы не сказал металл, но это драгоценность для всей расы данных людей. В этой звездной системе. Посмотрите, да, мы в принципе видим, прямо как различные газы парят в атмосфере планеты. Я даже боюсь сейчас опуститься на поверхность. Напоминает планету, простите, спутник Ио. Нашего Юпитера. Давление маленькое, атмосфера... Так, давление маленькое, температура 60 градусов по Цельсию. Давайте попробуем опуститься на поверхность. Здесь очень пахнет. Не очень. Я уже прям чувствую запах метана и остальных газов. Кайлен Эпсилон. Прохладный Нептун с жизнью. Как я вам говорил, что в данной системе у нас всего лишь две планеты с жизнью. Кайлен Эпсилон. Прохладный Нептун с жизнью. На которой жизнь органическая, многоклеточная, воздушная. Да, конечно же, люди планеты Китрия проводят различные изучения по этим микроорганизмам. Я бы не сказал даже, что это микроорганизмы, но эти существа еще не до конца изучены. Потому что высокий уровень радиации и все-таки изучение в плотных слоях атмосферы такого вот газового гиганта, это очень тяжело. Планета Кайлен Зетта... Ну, наши с вами колонисты планеты Китрия также пробуют сейчас заселять данный мир людьми. Людьми также строят различные колонии и добывают металлы, которые находятся на данной планете. И, возможно, в будущем, как планируют люди Китрия, они планируют ее полностью колонизировать. То есть, так же, как человечество планирует терраформировать Марс. Я думаю, что нам нужно поближе познакомиться со звездой Ацелларис и познакомиться с ее планетами. Мы имеем пять планет. Посмотрите, Ацелларис Альфа. Вот такой криогенный супер Нептун. Ацелларис Бета. Криогенная озерная аквария. Да, можно сказать, что, в принципе, с первого взгляда посмотришь, похоже очень на планету Земля. Вроде бы есть вода, но здесь нет кислорода. Здесь просто нечем дышать человеку. И плюс температура минус 218 градусов. Вообще, возможно, даже это не вода. Может быть, это метан? Скорее всего, да. Это жидкий метан. Планета Ацелларис Гамма. Прохладная морская аквария. Мне кажется, или на планете нет атмосферы. Нет, тонкий слой атмосферы присутствует. Но на этой планете есть вода. Планета Ацелларис Дельта. И ее спутник Дельта Б. Похоже на Венеру. Атмосферное давление очень жесткое. И температура плюс 341 градус. Здесь невозможно было бы находиться. Мне даже кажется, что мы бы даже не сумели бы опуститься на поверхность этой планеты. Просто бы нас раздавило бы огромное давление. Расщепило бы, я скажу, наверное, в атмосфере, пока бы мы спускались. И вот такая кориогенная пустынная мини-терра Ацелларис Омикрон. Да, здесь действительно делать нечего. Я расскажу вам немножко вот об этой планете. Ацелларис Альфа. То, что наши колонисты, они вообще планируют в будущем прилетать в данную звездную систему и добывать драгоценные металлы, которые содержатся в кольцах Ацелларис Альфа. Да, ученые со звездной системы Кайлен уже отправляли сюда исследовательские миссии. И в кольцах данной планеты они нашли драгоценные металлы, которые нужны для расы звезды Кайлен. Ну и напоследок еще кое-что интересное. Это планета Ацелларис Дельта Б. Мы помним Ацелларис Дельта А. Венера невозможная. Где невозможно даже вздохнуть, себя раздает давление. Здесь вроде бы как ученые со звезды Кайлен в атмосфере данного креогенного мини-Нептуна нашли воду. То есть мы даже видим состав атмосферы это H2O. Но расе не хватает пока что возможности лететь и отправить сюда какую-то роботизированную технику, чтобы собрать частички этой воды. И хотя бы провести тщательные изучения. Ну что же друзья. Наверное на этом я серию закончу. Всем кому понравилось, пальчик вверх, подписка на канал. Все ссылочки на данную систему в описании. Также не забываем, установив и подписавшись на данный мод, вы можете сами рассмотреть и изучить его досконально. Ну что же. Всем пока. И помните друзья, что космос и вселенная бесконечны. И мы только начинаем свое путешествие в нем. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok